Вам в основном сегодня понадобится мой голос, но не в основном, в смысле, вам вообще понадобится мой голос, и я считаю, что если вам очень больно меня смотреть, то, ну, ну, как говорится, цель ави, знаете, кто-то не учится у меня английскому, вы удивитесь, потому что Диана на видео часто моргает, так и писали нам раньше, сейчас такого уже нет, но люди писали. Мне не нравится ваш марафон, потому что Диана на видео часто моргает, я не собираюсь учить английский больше, вы меня демотивировали учить английский, потому что Диана в прямом эфире сказала слово жопа, и так далее, я совершенно спокойно отношусь, если информация мне важна, мне все равно, что человек одет, как он выглядит, я сегодня пришла рассказывать вам зато о теме, о которой вам не расскажет никто, вы тут мне иногда нахваливаете разных супер-мега-экстра-блогеров, а я вам хочу сказать, что я еще ни разу не встретила темы, про которые я вам рассказываю дополнительно, я ни разу вообще не встретила, не то, что у блогеров по-английскому, им даже, им такое, ну, они даже не знают об этом, неважно, живет ли ваш блогер прямо в Америке, да, или не живет, он все равно в таких масштабах не мыслит, почему? Потому что есть кое-что, что может знать только носители, мне в жизни, там, не знаю, кто-то говорит, не повезло, кто-то говорит, повезло, я билингв, для меня американская культура и английский язык, это родное с самого детства, поэтому, ну, это то, что мне было интересно, это то, что я дополнительно изучала всю свою жизнь, как само собой разумеющийся, понимаешь, и, естественно, для меня кое-какие вещички, кое-какие темы, они достаточно очевидны, для других людей они не очень очевидны, а, мне надо поменять было цветы у роз, так, нужно срочно это сделать после эфира, вот, и у меня есть возможность, у меня есть возможность вам об этом рассказывать, я не считаю, что это там скромно, не скромно, я правда считаю, что это очень круто, и информацию я даю, ну, действительно нестандартную, и английский вы выучите намного лучше, когда будете этой информацией владеть, когда вы будете лучше понимать менталитет, а менталитет сформировала история, менталитет сформировала культура, менталитет это очень-очень много аспектов, ну вот прям реально огромное количество разных кирпичиков сложило эту большую стену под названием ментальность, и вам не нужно будет зазубривать какие-то слова, вы будете их просто понимать и принимать. Я вам часто говорю про такой термин, который называется English Feeling, чувство английского языка, и это чувство английского языка, вы проникнетесь им только когда будете лучше понимать, ну, сам менталитет. Сегодня я вам буду рассказывать еще более крутую штуку, которую вам не просто блогеры про английский не рассказывали, потому что они не, ну, я, вы знаете, возможно именно то, что иногда я люблю себя высоко оценивать, и я настолько же к себе критична, вам кажется, что я не вижу в себе слабых сторон, я к себе просто ужасно, я как фашист к себе критична, у меня даже психолог говорит, что во мне живет внутренний дед, обесценщик, вот, и он говорит, я хочу убить этого деда, мне надоело, что вы себя так жестко обесцениваете, то есть я себя на самом деле критикую жестче, чем я себя хвалю, вот представьте, да, вот, как я себя критикую, вам даже не снилось, и поэтому я всегда становлюсь там лучше, лучше, лучше в чем-то, но я себя и хвалить умею, это важно. И вот я точно знаю, что ту информацию, которую я вам сегодня дам, на эту информацию не обращал внимания не то, что ни один блогер, они даже не подумают в эту сторону, то есть максимум они вкладывают силы в саму грамматику, в сами слова, да, там, ну, в общем, такие какие-то вещи. Сегодня одного блогера, который пишет про английский и говорит вам про английский, ее спросили, ну, и она живет в Америке, да, и у нее спросили в рубрике вопрос-ответ, you're American or you're Russian, и потрясающе то, что она говорит, типа, я Russian, ну, I'm Russian, living in, и дальше, где она живет, но на самом деле, если бы она лучше владела менталитетом, если бы она была, ну, вот, прокачана этим менталитетом, она бы поняла, что американец спросит, задаст такой вопрос, не про национальность, потому что American, American, это не национальность, American, это просто принадлежит паспорт, скорее всего, вот, то есть, вот эти нюансы, ты можешь знать, хоть ты 20 лет, хоть 100 лет где-то проживи, какие-то нюансы ты сможешь знать, только если начнешь по-новому смотреть на привычные вещи, вот и все, это очень важно понять. Сегодня эфир называется, ну, как мне кажется, достаточно так провокационно, да, как развивать мозг, чтобы учить языки мгновенно, и мне важно вам напомнить, то, что на английском языке свет клином не сошелся, это не будет последний язык ваш, ну, не должно так быть, чтобы это был последний язык вашей жизни, чтобы вы учили его там триллиард лет подряд, ну, вот это все, это так быть, так нельзя. То есть, английский нужно довести до уровня, который вас более-менее устраивает, а дальше, ну, успокоиться, да, и, собственно, ну, развиваться дальше, двигаться дальше. Вот, поэтому, дорогие ребята, я сегодня буду говорить о том, как можно упростить себе и английский, как можно упростить себе путь в английском языке, потому что, ну, не все, может быть, хотят учить два языка, три языка, даже я не про учить, я про знать, я не про учить, я про знать языки, знать языки, не обязательно их учить отдельно, понимаете, не обязательно, языки запоминаются просто так, вот вы можете ржать, но языки могут запоминаться просто так, потому что вы начнете обращать внимание, да, там на что-то больше, да, вы можете быть в какие-то, ну, замечать какие-то нюансы больше, и просто будете запоминать, вот так, и вот вы когда, тут любители есть турецких сериалов, например, 100%, и не дадите мне соврать, что в каком-то, в какой-то момент вы начинаете просто уже турецкий понимать, так, окей, ну, да, все равно, так себя, меня не очень устраивает, ну, ладно, главное, что звук идет, вот, и вы начинаете как бы уже турецкие слова какие-то знать, ничего для этого не делая вообще, то есть вы просто сидите, смотрите сериал, полиглотом может считаться человек, который владеет тремя языками и более, но что такое владеет, полиглотизм не включает в себя письменно, то есть полиглотом вы будете считаться, если разговариваете на этом языке, то есть даже если вы изъясняетесь на этом языке, вы все равно будете считаться полиглотами. Я хочу дать вам сейчас один прием, который, в принципе, вообще глобально улучшит вашу жизнь, вообще по всем фронтам, да, но еще один инструмент я дам, который просто сознание вам порвет, если, кстати, у вас есть еще дети-подростки, тоже их зовите, ну, или дайте им позже эту информацию, я сейчас возьму две книжки, никуда не уходите, сейчас, секунду, я забыла две книжечки вам взять. Итак, поехали, я сегодня буду рассказывать про пазл, пазл, это различные виды, ну, у вас в русском языке, уже у вас, у вас в русском языке есть слово пазл, собрать пазл, и вы под словом пазл понимаете, просто куча кусочков от картинки, которые накиданы в коробку, и вам нужно из этой вот коробки, да, собрать один-единственный пазл, на самом деле пазл, это слово, ну, это не древнеславянское слово, да, у него есть вполне конкретное значение, это значение любых головоломок, загадки, кроссворды, какие-то вопросы на подумать, задачки, какие-то тесты на сообразительность, это все пазлы, и одним из мощнейших, мощнейших инструментов улучшения английского, это является работа с пазлами, еще раз, не картинку, которую нужно собирать, хотя, ну, окей, моторика тоже работает, маленький лайфхак, я вам о нем много раз говорила, и все равно буду повторять, не все слышали, вот эти три пальца, вот эти три пальца у нас замкнуты на определенную часть нашего головного мозга, это называется зона брака, брака это фамилия, зона брака, она отвечает за то, как мы разговариваем, за память, и в том числе за то, как мы разговариваем, поэтому маленький лайфхак, если вы, во-первых, если у вас дети, маленькие дети, вы хотите им помочь, стимулировать их развитие, их речи, то обязательно надо давать, делать упражнения на мелкую моторику, да дайте ему просто гречку, вот вы закупили кучу гречки, дайте ему перебирать гречку, все, что он вот замыкает этими тремя пальцами, стимулирует быстрое развитие речи, и прямая связь у детей, которые не разговаривают, да, прямая связь еще в том, что родители с ними не играют, то есть не дают ничего, не учат их играть, да, то есть вам многим кажется, что достаточно ребенку купить игрушку, и он же типа ребенок, поэтому он родился уже с тайным знанием, как играть в эту игрушку, это не так, ребенку нужно показать, я помню, что я подарила однажды безиборд одному ребенку, и, ну, родители типа, о, круто, но ему никто не показал, как с ним играть, и реально безиборд стоит, то есть он не так востребован, как мог бы, поэтому ребенку нужно всегда показывать, что именно делать, и чем больше вы даете мелкой моторики, да, чем больше он странички листает, да, по одной зернышке кладет все в мешочек, что-то вот кубички какие-то, лего, прекрасная вещь, смотрите, только чтобы не сожрал, вот, это все развивает мелкую моторику и стимулирует вот эту вот самую зону брака, но для взрослых это тоже потрясающе удобно, потому что память у нас состоит из того, что мы видим и того, что мы слышим, ну, на самом деле еще того, что мы говорим, но я отношу это, если честно, к тому, что мы слышим, потому что если мы это сказали, то мы это услышали, да, если вы, ну, если вы слышите, то вы говорите, и вы сами же это и слышите, поэтому, если вы вдруг хотите проработать какие-то темы, почему очень многие психологи, и я среди них рекомендуют писать дневник, вести дневник именно письменно, да, его вести, почему? Потому что вы, когда пишете, какими пальчиками пишем, здрасте, вы действительно лучше выгружаете, есть такое понятие, называется утренние страницы, когда вы вот поспали, просыпаетесь и выгружаете свои мысли, да, вот вы зубы чистите, и также вы, получается, как бы сознание свое чистите, вы выгружаете мысли, и тут же, как только выгрузили любые мысли, тревоги, печали, а сейчас это очень актуально, уровень тревожности у отдельных личностей сейчас зашкаливает, кому-то это явно выгодно, чтобы вы были в панике, бегали, орали, что мы все умрем, мы все, ребят, спойлер, мы все умрем, понимаете, ну, это вообще не, скорее всего, пока что, это неизбежно, поэтому странно тратить силы на то, чтобы этому удивляться, то же самое, что бегать, о боже, мы что дышим, мы что умеем дышать, я паникую, мы, по-моему, умеем дышать, ну, и вот нечто такое, вот, так что, после того, как вы выгрузили мысли, попробуйте прописать планы на день, и здесь есть очень серьезная недоработка, многих, кто вам дает всякие советы с этими планами, вам говорят только список дел, список дел, запишите цели на день, задачи на день, а я вам еще хочу посоветовать, запишите свой эмоциональный план, как вы хотите себя ощущать в течение сегодняшнего дня, да, то есть дайте себе установку, как вы хотите себя чувствовать, хорошо чувствовать, радостно чувствовать, здоровым человеком чувствовать и так далее, и все это, когда вы пишете, замыкая зону брака, да, вот этими тремя пальцами, вы становитесь к этому еще более восприимчивы, вот и все, вот такая вот очень мощная штука, память, естественно, тренируется еще лучше, все, что вы не печатаете, а пишете, есть шанс, что запомнится эта информация намного лучше, чем если вы будете печатать, например, вот, еще одна очень хорошая, с этим связано, еще один хороший прием, это проговаривать вслух, то есть новое слово, которое вы встретили, действительно полезно записать своей рукой и сказать вслух, вот это вообще привычку заведите, говорить вслух, вы постоянно меня спрашиваете, про, а как можно заговорить на английском, чтобы заговорить на английском, нужно горлом выдавить звук, понимаете, все, вы заговорили, а если вы не повторяете вслух новые слова, вы их в каких обстоятельствах хотите внезапно сказать, что за вами погонится маньяк на улице, и тут внезапно вы такие, table, dog, cat, flowers, да, вот так начнете резко разговаривать на английском, ну нет, такого не будет, вот, поэтому нашли новое слово, молодцы, вслух его сказали, плевать, кто там скажет, что вы спят, типа, ой, чокнутый какой-то, сам с собой разговаривает, и что? Ну, если вас это так смущает, ну, этот, гарнитуру, наушник себе запихните, вы же не стесняетесь говорить по наушнику, вы никогда не задумывались, как вы со стороны выглядите, когда разговариваете по гарнитуре, ну, по наушнику, по телефону, идет псих, разговаривает, а я еще, например, если девочки, если у вас уши не открыты, то только вы знаете, что у вас наушники, да, вставлены, а другие люди не знают, почему вы здесь не переживаете, так что расслабьтесь, понимаете, вы, получается, можете расслабиться, когда у вас есть аргумент, поэтому аргумент теперь у вас, вы учите английский, для этого иногда нужно вслух произносить разные странные слова и фразы, так что все, и когда вы произносите их вслух, вы их и слышите, понимаете, то есть еще раз, написали, сказали, услышали, вот такие вот несекретные секреты. Дальше, чтобы лучше запоминать, чтобы больше прокачивать эти стороны, не обязательно заниматься пазлами только на английском, я сейчас перейду к загадкам, пазлам, головоломкам про на английском языке, но я хочу вам показать очень простые книги. Первая называется «Прокачай свой IQ». На самом деле IQ – это нечто такое, у чего нет, ну, я считаю, нет какого-то такого общего знаменателя, да, унифицированного. Это не конкретно эту книгу я рекомендую. Зайдите, купите любую книгу с надписью IQ, узнай свой IQ, прокачай свой IQ, улучш свой IQ, книгу, сайты, что угодно. Не обязательно какую-то одну конкретно. Там ни слова нет на английском языке. Вы это делаете не ради английского, а ради того, как вы вообще, в принципе, мыслите. Это качает вашу память, это качает уважение к себе, это качает огромное количество навыков, которые помогут вам сократить время запоминание слов, применение слов. Вы действительно станете более уверенным в себе человеком. Это факт. Это доказано исследованием, да, по-моему, в Голландии проводили исследование связи уверенности в себе и просто факт разгадывания кроссвордов, головоломок и тестов, ребусов, тестов на сообразительность. Задумайтесь над этим. То есть уже сам факт того, что у вас есть такая книжка, заставляет вас чувствовать себя лучше. Вот. И еще одна книга, я считаю, замечательная. Она называется «Достаточно ли вы умны, чтобы работать в Гугл?» Опять, я не рекламирую именно эту книгу. Она может называться «Вопросы для принятия на работу в Гугл» и так далее. Если вы смотрели фильм, блин, как он называется? «Googlers», по-моему. Ну, короче, про двух чуваков, которые в Гугл пошли устраиваться на работу. Им там задали вопрос. Вот представьте, вы попали в Блендер, и что вы будете, как вам оттуда, вы уменьшились до очень маленького размера, попали в Блендер. Блендер сейчас включится. Как вы будете из него выбираться? Ну, и вот, да, это такие вопросы, их задают на собеседованиях в компании, где нужен нестандартный подход. И дело даже не всегда в правильном ответе, хотя иногда и он тоже нужен. А дело иногда в том, как вы будете рассуждать. К сожалению, многие настолько о себе ужасного мнения, что сдаются в самом начале. То есть даже не начав, даже не приступив, сразу говорят, я тупой, у меня даже, я даже не знаю. Задача пытаться. Задача действительно просто пытаться. Не важно, смешно это, не смешно. Вам в Гугл устраиваться сейчас не надо, а может быть кому-то надо, но я думаю, что вы здесь, мы бы здесь с вами не встретились. Вот, поэтому абсолютно спокойно рассуждайте, даже если вам кажется это смешным. И там есть разборы ответов на эти задачки, да, их тоже читаете. И вы заметите, что какой-нибудь двадцатой задачи, вы уже поймете алгоритм решения. Потому что у каждой задачи есть правильные алгоритмы, как их надо начать решать, как их надо начать анализировать. Понимаете? То есть, еще раз, это не вопрос гениальности, это вопрос вашего опыта. Что вы просто так много разных задачек решите, решите, что вы знаете, как к этой подступиться. Но сегодня я хочу вам рассказывать о двух моментах про английский язык. Во-первых, про кроссворды. Мои марафонцы знают, что один из инструментов, который я использую в своих марафонах, это кроссворды. Кроссворды потрясающий инструмент, потому что провоцируют вас самих, во-первых, быть источником новых слов, а во-вторых, запоминать эти новые слова. Кроссворды бывают разных видов. Во-первых, бывают уже готовые кроссворды. Обязательно их погуглите, найдите, посидите, попробуйте поразгадывать. У меня кроссворды на английском языке. Всех желающих я также приглашаю в этом моменте к себе в разговорный марафон по разговорному английскому, марафон номер один. Мы там тоже, ну, правда, это у меня один из 33 инструментов уроков, да, вот. И с ним правильно тоже нужно работать. Мне кажется, это отдельная такая ценность. Тоже добро пожаловать. Это вот тот марафон, который за 990 рублей на месяц. И второе, что вы можете сделать, это составлять собственные кроссворды. Как это делать? Очень круто. Ребята, два способа. Первое, вы пишите 20 слов или 30 слов, которые вы прямо сейчас уже знаете, для которых вам не надо использовать, ну, этот, как называется, словарь. Вот прямо сейчас вам не надо использовать словарь, вы уже знаете эти слова. И попробуйте их разместить в кроссворд и написать определение к этим словам. Если у вас слабый английский пока что, да, не страшно, напишите по-русски определение этим словам, да, то есть, например, будет table. Table, table, это, и по-русски вы пишете, то, зачем собирается вся семья за обедом. У меня раковину тошнит. Ну и звук. Вот. Затем, если вы хотите здесь улучшиться, попробуйте, если у вас слабый английский, попробуйте из вот этого всего определения, которое вы дали на русском языке, заменить хотя бы одно слово новое для вас на английский язык с помощью словаря. Если у вас достаточно беглый язык, тогда вы сами с помощью себя даете на английском языке определение этим словам. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий. Вы берете новые слова из вчерашнего дня, позавчерашнего дня, ну, всегда как бы из вчерашнего, и составляете из них кроссворд. И с помощью уже там, неважно, словаря или не словаря, вы, это зависит от вашего уровня, да, вы составляете определение этим словам. Вы представляете, как мощно вы будете запоминать новые слова. Потому что одно дело составить кроссворд, а другой еще способ отгадать этот кроссворд, отложите его, вы можете отложить его на недельку, на день, на два, на десять часов, на какое угодно время, вернитесь к нему и попробуйте сами его разгадать. Вы удивитесь, что после второго, третьего такого кроссворда голова уже скажет, а, подожди, я уже умею быстро все запоминать, сейчас я тебе покажу, как я это делаю. Вот, обязательно, обязательно попробуйте это. Так что, это то, что касается кроссвордов. Вот, например, загадки всякие, типа, что вы никогда не сможете съесть на завтрак? Правильный ответ, ланч, динер, саппер и так далее, да, у кого там какой лексикон. То есть, вы никогда не сможете съесть на завтрак обед. Ну, идея такая этой загадки. Я, если честно, спокойно отношусь к загадкам, не считаю, что они провоцируют язык знать лучше, они провоцируют интерес к самим словам. Но я не заметила, что это сильно влияет именно на сами знания, поэтому не могу сказать, вот вам их не активно, не рекламирую этот способ. Но самое вкусненькое, что я вам на сегодня приготовила, это, я начну с далекого, по-моему, это было лет, может, там, 18-20 назад. Я очень люблю Олимпиады, я и, в принципе, в Штатах, почему я в Штаты ездила на халяву, да, проучилась там, почему у меня был грант от Штата, Штат Флорида. Потому что я участвовала во всевозможных школьных олимпиадах. Меня посылали, правда, в Штатах я была звездой по математике, я на самом деле звездой и гением по математике никогда не была. Но так как, во-первых, российская программа в итоге обгоняла программу Штатов года на два, на три вперед, то есть, когда здесь проходили в девятом, что ли, классе интегралы, я училась в гимназии в физико-математическом классе, то в Штатах интегралы это были просто на уровне какого-то супер колледжа, я не знаю. Вот, но плюс еще моя мама занималась очень рано со мной, я знала то, что многие дети не знали, и хотя, ну это в принципе, мне казалось, это обычно, и за счет этого я вот очень бодро шла. Но в России я тоже участвовала в большом количестве олимпиад. Отличницей я не была, я очень рано для себя приняла решение, что у вас отличников как-то слишком много требуют, и мне нахрен это не надо, я буду тихонечко получать, я и троечница, то есть, понимаете, чтобы я тройки получила, но это мне надо прям постараться, вот чтобы тройку получить, нужно постараться, я спокойно сидела со своими там парой четверок, ну у меня там, по-моему, 4 или 5 четверок, и как-то я совершенно спокойна, и то, чтобы вы понимали, у меня, например, по физкультуре 4, у меня, у мастера спорта по тяжелой атлетике, четверка по физкультуре, потому что я нахрен послала учителя физры, Геннадий Аклевич, привет, вот, и все, и он мне взял, и все пятерки перекрыл какими-то там другими оценками, вывел мне четверку, так что не всегда, еще раз я напоминаю, что оценки это не объективная хрень, я очень спокойно к ним всегда относилась, но олимпиады я обожала, олимпиады заставляют думать, а это самое лучшее, четверки, тройки, пятерки, это вторично, сейчас, когда вы идете по улице, по вам не видно, отличник вы, не отличник, когда с вами сидишь, разговариваешь в кафе, в ресторане, непонятно, какая у вас оценка была в школе, а умного человека, думающего человека видно издалека, всегда, и вот слышно издалека, видно издалека, и именно этим вы, этим человеком вы имеете шанс стать, если интересоваться олимпиадными задачками по разным предметам, но сегодня я вам буду рассказывать только про две олимпиады, которые проходят в России, первая называется турниры Ломоносова, а вторая называется медвежонок, русский медвежонок, плюсы для меня этой олимпиады, этих олимпиад в том, что это сборная солянка знаний и разных предметов, как устроены турниры Ломоносова, да, например, в одном каком-то университете, там в МГУ все собираются, ну не в каком-то, в МГУ все собираются, и в каждой аудитории проходит один предмет, здесь математика, там история, биология, физика, химия, бла-бла-бла, ты можешь тратить на каждый предмет столько времени, сколько хочешь, ты можешь обойти все, а можешь на одном застрять, ну или там просидеть и качественно его выполнить, в итоге там есть и зачет, можно стать лучшим по какому-то конкретному предмету, а можно стать лучшим по сумме баллов, и меня потрясающе, именно вот на этих олимпиадах для меня стало, на турнирах Ломоносова, для меня стало открытием такой, стал открытием такой предмет, как лингвистика, и вам сейчас кажется, что лингвистика, это знать язык хорошо, и мне тоже так казалось, понимаете, я вообще туда пошла, думаю, фу, я же столько языков знаю, ну ладно, у меня тогда было три языка, ну я такая, типа, ну а я сейчас как разберусь, там, ну уж мои-то знания точно будут неординарные, я английский знаю-то уж точно лучше многих присутствующих, я русский знаю, может, хуже присутствующих, но английский там я знаю прекрасно, у меня есть греческий, греческий-то это вообще редкий язык в обществе, да, вот, и я просто обалдела, когда увидела, что там вообще не про то, что я думала, был дан текст, просто было написано, вот вам 6 слов на языке, на санскрите, на санскрите, понимаете, дети сидят, а там санскрит, вот вам говорят 6 слов, я очень утрирую, с помощью этих 6, и перевод к ним, вот, здрасте, пожалуйста, ну или там 10 слов, неважно, и с помощью, вот вы знаете эти 10 слов, а теперь переведите вот такой текст на санскрита, с санскрита на русского, переведите весь текст, я сидела и думала, вы что, больные, как такое может, я говорю, я санскрита не знаю, неужели тут все знают санскрит, я посидела 10 минут, подумала, и оказывается, можно перевести целый текст, потому что текст устроен по принципам языка, а по этим же принципам строится и словообразование, это было офигенное ощущение, когда я перевела целый текст санскрита, имея там десяток слов в запасе, я очень утрирую, но в рабочих тетрадях к сегодняшнему эфиру я для вас, и еще раз, в рабочей тетради можно бесплатно скачать в сториз, просто идете спокойно, бесплатно скачиваете, я выкладываю там, с этим можно справиться, там тысячи скачиваний, люди справляются, так что, ребята, сходите, посмотрите, скачайте, и к сегодняшнему вот этому мастер-классу я для вас сделала там подборку, да, пусть небольшая, и даже с ответами, это называется задачки по лингвистике, задачки по лингвистике, боже мой, такая прекрасная вещь, значит, например, первое, написано несколько польских слов с переводом на русский, все, дан также следующий текст, в котором эти слова не встречаются, представьте, вам даны слова, их 11 или 10, и вам дан текст, в котором этих слов нет, переведите текст, эти задания, и написано у вас в рабочих тетрадях, выполнить эти задания, чтобы выполнить эти задания, вам не нужны никакие знания об этом языке, никакие знания не нужны, вам нужно просто не считать себя дебилом, и чуть-чуть посидеть, подумать, я дала вам пример на санскрите, это литературный древнеиндийский язык, древнеиндийский язык, и, кстати, написала вам еще раз вот это вступление, он действительно в родстве с русским языком, ну, короче, он родственный, там есть кое-что общее, вот, так что то же самое, еще что я вам привела, числительные ряда полинезийских языков, гавайский язык, маори, нукухива, раратонга и остров Исамоа, я даже не знаю некоторые эти языки, а они есть, и вы сможете составить слова на этих языках и переводить предложения, представьте, всего лишь выполнив, просто сделайте эти упражнялки, затем, есть небольшая для тех, кто знаком с английским и не знаком с французским, тоже интересная задачка, мне кажется, поэтому сходите посмотрите, вот, дорогие мои, я считаю лингвистика, это то, что заставит лингвистика, а не, ну, надо понимать, что это как устроены языки, как языки живут, как они строятся, строятся, вы будете по-другому смотреть на все языки, поэтому сейчас, когда я учу турецкий, я вижу такие взаимосвязи, которые не очевидны носителю, которые не очевидны репетиторам турецкого, которые не очевидны никому, да и в любом языке так, в любом языке так, это чертовски вкусно и интересно, лингвистика просто, вас, мозг ваш будет взорван, вместо того, чтобы сейчас смотреть сериальчики, попробуйте порешать задачки по лингвистике, я включаю комментарии, посмотрим, да, крутость этих задач зашкаливает просто, ребят, я специально, там есть ответы, они в конце, я сейчас проверю, ответы, ну, были, да, 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 есть, объяснения, ответы есть, вот, но попробуйте максимум сами, да, вот сами попробуйте это сделать, не смотрите на ответы, вот, потому что, ну, куда они денутся, и помните, это могут сделать дети. Задачи по лингвистике, что мне еще в них нравится, это редкая штука, то есть их придумывает очень крошечное количество людей, более того, задачи, которые даны вам, из очень старого задачника, понимаете, то есть, ну, это редкость, да, то есть, сейчас нет людей, которые хреначи задачи по лингвистике, это редкость, то есть, это правда, маленькое количество, в России самое огромное количество таких специалистов, я ходила, когда я увидела про лингвистику, я с удовольствием, вот, после этих олимпиад, я пошла на курсы по лингвистике при Российском государственном гуманитарном университете, РГГУ, и это было потрясающе, мы там раз в неделю сидели группкой там в 15 человек и решали эти задачи, и эти преподаватели на этих, да, низкие зарплаты, но они настолько погружены в этот мир, они так увлечены тем, что они делают, понимаете, поэтому, в общем, да, словообразование английских слов, понимаете, это, может быть, это не гениальный язык, он действительно очень простой, да, и, но он имеет свою историю, например, да, и, между прочим, в русском языке, погуглите обязательно, русские слова заимствованы из английского, например, слово стул, это английское слово, да, стул, это не русское слово какое-то, из английского языка заимствовано, как заскрипели шестеренки в голове, чувствую, Диана, как полиглот, спрашиваю, какие ты знаешь профессии, связанные с лингвистикой, мне через год поступать, меня интересуют языки, я не вправе давать вам советы, во-первых, во-вторых, полиглоты не обязательно погружаются в профессии, связанные с языками, это вообще не обязательно связано, я убеждена, что если вы хотите знать просто языки, то не стоит убивать на это время высшего образования, простите, это мое личное мнение, мне в свое время, ну, я хотела пойти на переводчика и англо-французского, и я благодарна своим преподавателю, она сказала мне, Диана, ты и так, ну, и ты и так будешь знать французский, иди на другую профессию, понимаете, то есть, ну, вот, я благодарна ей, я ей чертовски благодарна, потому что сейчас, чтобы знать язык, не нужно пять лет трубить в университете, потому что если вы, я вам всегда об этом говорю, что репетиторы пытаются научить вас английскому, английскому, как будто вы филологи и лингвисты, нет, вы не филологи и не лингвисты, вам нужно просто на нем разговаривать, если вам интересно устройство языка, это совсем другое, вот тогда вы становитесь лингвистами, то есть, там совсем не про английский, там про, вот, ну, про, блин, ну, там про жизнь, как язык устроен, они там в большинстве своем вообще изучают мертвые языки, понимаете, шумерский какой-нибудь, и сидят и кайфуют от того, что, боже мой, в шумерском языке, да было вот здесь, да было вот так, и все, то есть, это совершенно другое, это не имеет отношения к тому, чтобы знать и разговаривать на каком-то языке, вот, и там действительно особый склад ума, между прочим, есть искусственный язык, эсперанто, да, и там настолько немножко крейзи, ну, для меня и для вас, возможно, это будет непонятно, но, чтобы вы понимали, есть очень странные, да, ну, такие по-доброму странные профессора, вот эти лингвисты, и были муж с женой, который изучали эсперанто, там, всю свою жизнь, и что-то, ну, составляли его, там, помогали, в этом участвовали, и они из своего, из своего ребенка, своей дочери сделали первого носителя эсперанто, ну, представьте, нет ни одного народа, который разговаривает на эсперанто, они сделали из него носителя эсперанто, мы никто, чтобы их, ну, осуждать, я без понятия, что там сейчас с этой девочкой, это было, ну, очень давно, вот, так что, ну, вот такое тоже есть. Диана, что скажешь о том, что сейчас 90% учеников в школах имеют предзапущенность по английскому языку? Ребят, я в каждом эфире про это рассказываю, я не вижу необходимости еще раз что-то об этом рассказывать. Ученики, поднимите жопу, идите учите английский, вот что я думаю, что 90% учеников, потому что вы даже задаете этот вопрос, как будто бы это обязанность учителя, или обязанность родителя. Родители считают тоже, что это обязанность учителя, никто никому ничего не должен. Если ваш ребенок ни хрена не знает, у меня для вас сюрприз, ваш ребенок ни хрена не знает, это он выбрал ни хрена не знать. Все, не вы его плохо воспитали, не учитель ему там что-то не додал, ваш ребенок выбрал ни хрена не знать. Вот единственный секрет, почему одни преуспевают, а другие нет. Еще есть секрет, что ваш ребенок будет активнее заниматься чем-то, если вы тоже будете чем-то заниматься. Почему ваш ребенок должен с упоением заниматься математикой и английским, если вы ни слова по-английски не знаете и считаете с помощью калькулятора? Ну почему он должен, типа, моя мать ничего не знает, ну вот и я, а я вот назло всему миру буду знать? Они не считают, что английский нужен, имею в виду родителей. Мне об этом зачем думать? Зачем мне об этом думать? Да пусть думают, но пусть считают, что хотят. Я не несу ответственность за то, что кто считает, нужен английский или не нужен. Здесь 99% людей, те, кто сейчас здесь присутствуют, это те самые бывшие дети, которые решили, что английский не нужен. Ну что мне сделать? Это комплексно, и ребенок должен понять, и родители давать пример, и учитель вовлекать, то есть, ну, все вместе. И я тоже вот это вот, это дети лентяи, которые тупо деградируют и не думают о будущем своем же. Слушайте, дети не должны думать о своем будущем. Я тут горой буду стоять за детей. Дети это маленькие люди. Уж о чем последнем должны думать дети, так это о своем будущем. Потому что маленький человечек растет, уверенно, что за него несут ответственность. А потом он почему-то какого-то черта резко становится взрослым, ему такие, а теперь иди, малыш, в свою жизнь ты теперь взрослый, живи как знаешь. Они не должны думать о своем будущем. Они не должны думать о своем будущем. И потом вот это вот трогательно, дети деградируют. Давайте так, я тренер по английскому, я хотя бы могу делать какие-то экспертные выводы на этот счет. Займитесь, пожалуйста, главное, чтобы вы не деградировали. А дети давайте сами разберутся. У меня полно здесь подопечных, дети которых совершенно не деградируют. И все с ними в порядке. Он очень нужен, только понимаешь, это, к сожалению, совсем не в школе. Да все предметы нужны, все предметы нужны, понимаете? Чтобы знать, что в руку, в розетку совать не надо, нужно знать про переменный ток, постоянный ток, накопление какого-нибудь заряда, я не знаю, там, проводящая способность разных материалов, понимаете? Это все из школы. Это все из школы. Вот и все. Так что все предметы из школы нужны. Я же сама ребенок, вижу у себя это в классе, так и говорю. И еще раз, мисс Ивсен Лоран. Главное, чтобы вы не деградировали, остальные сами разберутся. А вы подайте им пример, какая вы гениальная. Да, самоизоляция мне тоже такая нравится. У меня задача была в самоизоляции всех неистово раскачивать. Чтобы у всех все получалось. Вот, потому что, заметила я, не скрывала, я вам об этом говорила, что слишком много призывов деградировать в этом, в этих обстоятельствах. Вот. Хочу полезные эфиры. Ну, у меня эфиры полезные. Во-первых, они всегда полезные. Во-вторых, сейчас мы, еще их в большем количестве делаю, потому что у меня на странице проходит школа бесплатного английского. Вот. Так что, только сейчас начала заниматься английским, и у ребенка им интерес проснулся. Тысяча, как будет то и то. Да, так и будет. Мы сегодня с дочкой пятеред слушали рассказы на английском. Для меня удивлением стало, что ей это интересно. Детям интересно все. Это дети. У них нет понятия интересно, неинтересно. Детям интересно все. А вы их судите, вы забыли, что вы были детьми, и судите их с позиции взрослого. Ограничивайте их своими знаниями и умениями. Когда вы ребенку начинаете давать гребаные карточки, кубички, хренулечки и так далее, вы не развиваете ребенка. Вы его стопорите, вы его тормозите, потому что ребенок способен развиваться быстрее, чем эти ваши бездарные карточки. А как собачка делает гав-гав-гав? А как уточка делает кря-кря-кря? А как лягушечка делает ква-ква-ква? Почему вам кажется, дети коверкают речь? Дети, когда они маленькие, они же не дебилы, они на самом деле могут вполне нормально разговаривать. А коверкают речь они, потому что вы, взрослые, разговариваете с ними, как клоуны-дальтоники. А кто это у нас такой маленький пути-пути холюсенький? Собачка гав-гав тебя, а вы сделали сейчас? Конечно, ребенок, который просто заточен, копировать окружающий его мир, ну, вашу манеру, ваши слова, он и разговаривает вот так. Просто как маленький дурачок. Для этого не надо ходить к психологу. Но раз уж вы пришли, здрасте, я психолог. Может быть, я говорю не таким формальным языком, каким бы вам хотелось, но так и есть. Вплоть до того, как вы будете одевать своего ребенка, понимаете? Он себя будет воспринимать, либо человеком взрослым, потому что если большой человек одет в джинсы и рубашку, а на ребенка надет комбинезон слитный, шапка с вот этой прорезью, одновременно шапка-шарф, а вот здесь пум-пон размером с пизанскую башню. Вас это, может быть, очень умиляет, но на самом деле у ребенка, ну, о себе формируется мнение, что, ну, отделяет это его очень сильно. Понимаете, почему у тебя такая одежда, а я одет тут как-то унисекс. А я что вообще? А потому что вам, а ты все равно испачкаешься, замараешься, и комбинезон вот тебе так тепло будет. Да, то есть вы, чье удобство на самом деле, как вам кажется, таким способом пытаетесь угнаться. И про речь тоже. Я вам серьезно говорю, чем больше вы сюсюкаете со своими детьми, тем они будут дольше не разговаривать, да, и тем они будут потом разговаривать, ну, им нужно будет логопедов нанимать, потому что они привыкнут совершенно к другим звукам. Прохожу курс по грамматике, курс по произношению, смотрю все эфиры, хотя работаю, я просто молодец, разговариваю с ребенком дома на английском, ребенку тоже интересно, умница. В хорошем смысле, интересно и грамотно почитать. Вот так и пишите, интересно и грамотно почитать. А не, вы прикольная, ну, честно, мне кажется, это идиотское определение человека. Ребят, не называйте Диану Дианой, мне больно, а вы знаете, как меня зовут? Они называют меня Дианой через Е, потому что так меня и зовут. В России, в российском паспорте, подумали, что мы ошиблись, исправили мне букву, а изначально меня зовут с рождения Диана, потому что есть такое слово греческое, а в России я стала Дианой, поэтому вы больно, ну, вы не реагируете на то, как меня называют. Это же не вас, вас зовут Маша, а называют Глашей, поэтому успокойтесь. Так, все молодцы. Моя личная страница Диана, нижнее подчеркивание, алмазик. Вы столько энергии дарите, вы не истощаетесь, как видите, нет. Я также подвержена физической усталости, у меня чаще всего глаза болят, потому что эфир я делаю с лампой яркой, например, перед ноутбуком много сижу, но ничего, я умею отдыхать. Ребят, сын занимается сам, я его не беспокою, только слушаю его результаты. Он познает английский через песни, три раза послушаем и поет. Рапсодию поет Меркьюри, поражает многим певцам, я радуюсь за него. Я тоже очень рада, и Рапсодия тоже, знаете ли, у Меркьюри заставляет знать, и культурные какие-то особенности, потому что он поет и погуляет, а что такое бессмеля? Как интересно, оказывается, в мире есть целая ниша, какие-то другие религии, другие культуры, Галилео, кто такой Галилео, поет, поинтересуется, это потрясающе. Умница, Лола. Проходил у вас марафон два года назад, очень довольна. Мисс Торос, напишите мне, с тех пор, когда вы проходили марафон, я его уже пересняла, он в принципе тот же, ну, там какие-то небольшие изменения, но там новая картинка. И у меня для выпускников марафона, кто вот так давно проходил, напишите мне слово выпускник, потому что вы можете его пройти с 50% скидкой. У меня таких скидок нет, ни для кого, только для выпускников. Вот, там новая красивая картинка. Я с тех пор уже пять раз изменилась. Первый формат марафона снимался, я была, ой, я икаю, я была блондинкой. Вообще выглядела по-другому, в другом месте жила, все было по-другому. Вот, сейчас я действительно внешне изменилась, у меня очень там много всего нового добавилось. То есть он в принципе тот же самый, просто обновленный. Вот так вот я скажу. Ну, кое-что новенькое точно добавилось. Можно ли на марафон, если английский язык вообще не знаешь, ни алфавит, ни как буквы произносите читать? А как же вы написали уголек 1974, если вы буквы не знаете? Конечно, можно, учила немецкий, у меня даже есть такая отдельная категория, в школе учила только немецкий. Напишите в директ, можно. Проходила марафон, прохожу курс по грамматике и произношению, очень нравится, благодарю. Я рада, что вам помогает. Всем рекомендую марафон Диана. Спасибо большое. Так, я когда вижу, я всегда вспоминаю от того одного, кого-нибудь, кто приедет и скажет, это все купленные люди, это все купленные, Диана купила все отзывы, в эфире все купленные. Так что, когда пишу всем рекомендую марафон Дианы, некоторые правда не верят, что оказывается, мы можем друг с другом быть на вменяемой связи и действительно понравиться друг другу. Вы мне как участники, а я вам как тренер и друг друга можем рекомендовать. Так что, да, ребята, у меня, я готова, еще раз, если у меня куплен хоть один отзыв, если вы готовы своим здоровьем ответить, что у меня куплен хотя бы один отзыв, не важно, где он выложен, просто, где какой угодно отзыв, куплен, если вы готовы за это стоять насмерть, если вы уверены в этом, готовы ли вы, например, если это неправда, заболеть онкологией. Сейчас вы, конечно, многие возмутитесь, но мне интересно, если вы так уверены в этом, готовы ли вы нести ответственность за свои слова вот настолько, ну, раз вы так уверены. С какого марафона начать для начинающих? Марафон номер один, разговорный, который 990 рублей. Тоже, перейдите, либо у меня в шапке профиля, пройдите по ссылке, называется Марафон номер один, запишитесь там. Есть разница, в какой последовательности читать книги по методу Илли Франко? Ну, вообще глобально в рамках марафона достаточно выбрать одну книгу, но, ну, нет, там нет никакой разницы, я выложила специально разноплановые книги, потому что кто-то прочитает Бриджит Джонс, да, кому-то нужен юмор, забавно, там, ха-ха-ха, вот, кто-то прочитает Чайку Ливингстон, да, короче, у каждого будет свое, кто-то возьмет Горость предубеждения, ну, короче, у каждого будет свое, просто это интересы, просто это какие-то предпочтения, вот и все. Языковой барьер, это точно, со страхами, с языковым барьером, со всем этим работаем, еще как, сокрушаем его, нафиг, пою елочку с разными звуками, это поймут только наши, вот только те, кто у меня проходит интенсивы, поймут, что такое петь елочку с разными звуками, это просто фраза на огонь. Мои хорошие, подходит к завершению этот наш мастер-класс, обязательно, я его сохраняю на странице, пересмотрите, это была та информация, вы не встретите ее в учебниках, вам не дают ее на курсах, репетиторы об этом, вообще, то ли они не успевают об этом задуматься, то ли голова у них не вмещает все это, всю эту информацию, но это чертовски интересно, и это позволяет быть яркой личностью, заметным человеком, это очень круто, вот, поэтому я вас всех обнимаю, будьте развитыми, будьте эрудированными, будьте такими, чтобы когда вас слушали люди, у них слюнки текли от того, насколько вы бомбические, потому что такими людьми не рождаются, такими людьми становятся, в смысле, вы уже все такие, это нужно в себе просто раскрыть, речь, лексика, энергия, все это расцветает вместе, например, с весной, и увидимся совсем скоро, счастливо, пока-пока.